Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками в студии Елены Колесниковой. И вот о чем мы расскажем сегодня. Конец света! Сегодня из-за неосторожных действий одной из строительных компаний внушительная часть города осталась без электричества. Без QR-кода отчисляют. В Политехническом университете вышел приказ об обязательной вакцинации. Эта служба и опасна, и трудна. Сегодня в честь Дня полиции в Березняках открылся музей МВД. Сегодня утром в Березняках произошла масштабная авария. Без электричества остались десятки домов в старой части города. В том числе и редакция нашего телеканала. Дело в том, что одна из строительных организаций проводила земляные работы и повредила сети. На место выехала Ксения Калугина. Сегодня в 9.36 утра в городе отключилось электричество. Без света остались десятки домов, школы, детские сады, объекты социальной значимости. Собственник участка проводил земляные работы, в результате чего ковш из каватора оборвал высоковольтные кабели мощностью 6 кВт. Работы ведутся напротив дома по улице Фрунзе. Собственник участка считает, что на своей территории он может делать все, что угодно. Но совсем не понимает, что такие работы необходимо согласовывать, чтобы исключить аварийные ситуации. Авось повезет, но сегодня не тот случай. Вы знаете, коллеги, у нас сейчас очень горячая пора. Идет работа по восстановлению электроснабжения потребителей города Березники от несанкционированных земляных работ и действий третьих лиц. Есть такая компания ОСЗ «Трансинвест», которая второй день подряд нарушает, рвет, по сути, наши кабельные сети, которые питают город. Буквально вчера эта же организация повредила отходящий кабель. Поэтому факт уже составлен протокол и акт о разрыве. Но это были цветочки. Сегодня был порван еще один очень значимый кабель. Под отключение попали три квадрата города, порядка 25 трансформаторных подстанций. АРЭС напоминает, что любые земляные работы обязательно должны быть согласованы. Директор компании ОСЗ «Инвест» пояснил, что фактически никаких земляных работ, для которых необходимо согласование, компании не проводилось. Для будущей застройки они подготавливали место и просто валили деревья. Данная ситуация произошла из-за того, что при падении дерева корнем выдорвало просто. То есть кабель расположен вблизи деревьев и поэтому, скажем, это явилось причиной порыва кабеля. Но в любом случае мы достаточно оперативно связались с сетевой компанией СРС и максимально быстро устранили данный порыв электроэнергии. На помощь городу пришел Березняковский содовый завод, который включил резервную ячейку, чтобы по этим линиям подать напряжение. На ликвидацию последствий было затрачено немало сил. Мы привели людей, дополнительные ресурсы нашли для того, чтобы ликвидировать вот эти несанкционированные действия третьих лиц. То есть на сегодняшний день мы просто оторвали людей с плановых мероприятий, работ и сконцентрировали их именно на выполнении вот этой вот задачи, которую мы в общем-то и не ожидали. Она произошла просто мгновенно и неожиданно для нас. Специалисты говорят, на восстановление уйдет не менее трех суток. Напомним, электричество сейчас нам подают с резервной линии. Благодаря помощи завода свет вернулся в некоторые дома уже через полтора часа. В данный момент идут переключения, но больше резерва нет. Кто прав и кто виноват в этой ситуации, ответить на этот вопрос помогут правоохранители. Но только в том случае, если ОРС напишет соответствующее заявление. Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхниками. Сбил двоих. Накануне вечером водитель Киа не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть по Зебре. Инспекторы ГИБДД не исключают, что авария случилась из-за тонировки, которая сделала свое черное дело в темное время суток и снежную погоду. Авария случилась на пешеходном переходе в районе Аксакова. Водитель Киа Сид ехал по проспекту Ленина в сторону выезда из города. За рулем находилась 31-летняя женщина, которая не заметила 34-летнего и 41-летнего мужчин и сбила их. Пешеходы получили различные травмы. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Сегодня утром вновь под колесами авто оказался пешеход. И его также сбила женщина-водитель, которая ехала по юбилейной от Ломоносова в сторону Карла Маркса. Серьезно пострадал 77-летний мужчина. Он был госпитализирован. За отказ от вакцинации отчислить студенты Пермского политехнического университета бьют тревогу. Ведь в УЗИ издан приказ, согласно которому, если они не поставят прививку, то будут подвержены дисциплинарному взысканию. Сегодня утром в открытом доступе появился приказ, в котором сказано до 1 декабря 2021 года не менее 80% учащихся и сотрудников Пермского политеха должны быть вакцинированы. В случае неисполнения работники будут отстранены, а студенты подвергнуты дисциплинарному взысканию или отчислению. Еще недавно пары проходили дистанционно. Но с завтрашнего дня все обучающиеся дневного отделения вновь сядут за парты. Студенты вечерней и заочной формы останутся на дистанте. В Березняковском филиале ПНИПУ ситуация такая же. С 1 сентября стали работать по разъяснению ситуации с вакцинацией среди студентов. Ну а вот уже в октябре мы получили распоряжение главного санитарного врача, которое узаконило эти действия. А если допустить возможность той ситуации, что 80% не наберется, будут ли дисциплинарные взыскания? Они не исключены в соответствии с приказом ректора. Среди преподавателей порог 80% практически достигнут, а вот студенты прививаться не спешат. Сейчас имеют сертификат о вакцинации примерно 50% обучающихся. Приказ уже вызвал недовольство со стороны студентов и родителей. Однако в Березняковском филиале отметили, что отчисление – это крайняя мера. Скорее всего, антипрививочники будут получать выговоры. Между тем, горожане жалуются на холод в квартирах. И с установлением минусовой температуры многим придется утепляться, если сегодня не обратиться к коммунальщикам для решения проблемы. Подробности в сюжете Сергея Колейника. Простите, вот такие сумасшедшие цены и суммы мы платим и, извините, в холоде живем. Елена Валеева живет на Ломоносово 106 30 лет и не помнит такого бардака. В 18 градусов дома холодина. Приходится ходить в вязаной одежде и шерстяных носках. Честно говоря, в гостях у Елены Михайловны мы были не более получаса. Ноги промерзли неслабо. Вчера, в частности, была в квартире 18 градусов. Батареи чуть-чуть-чуть-чуть. Вот только даже погреть руки не погреешь. Спим, стыдно сказать, но в хороших теплом трико. В хорошей теплой когте. Как можем? Вплоть до того, что чуть ли не на голову надо что-то одеть. Потому что холодно. Ленина, коммунистическая Ломоносова, юбилейная пятилетки. В соцсетях горожане массово жалуются на холодные батареи. Энергетики уверяют, тепло до домов поступает в нужном объеме. Проблема таится в другом. В правильной настройке системы отопления в доме. Отвечают за это управляющие компании и ТСЖ. Именно к ним нужно адресовать вопросы о нагреве батареи и отсутствии горячей воды. В 90% случаев для устранения неполадок требуется регулировка теплопринимающих установок дома. А также мероприятия на внутридомовых сетях. Такие как промывка системы отопления, устранение завоздушивания, замена запорной арматуры в подвале и так далее. Действительно от настройки отопления в домах зависит многое. Есть горожане, которые жалуются наоборот на жару в квартирах. Да такую, что приходится топить улицу. Тем не менее, есть специальные нормативы. В угловых квартирах температура должна быть не менее 22 градусов. В остальных же 20. В последнее время, последние 5 дней жители города Березняки, в частности жители домов управляемой комфортной Винки, жалуются на отопление, жалуются на горячую воду, потому что как раз от отопления зависит подогрев горячей воды. В данном отношении мы, как управляющая компания, выходим, составляем акты для того, чтобы определить, есть ли нормативная температура в квартире или она нет. Если в вашей квартире холодно, не тяните, а вызывайте управляющую компанию для составления акта. В последующем они будут обращаться в тепловую инспекцию БСК и пытаться решить проблему. Напомню, это надо делать, если температура ниже 22 градусов в угловых квартирах и ниже 20 градусов в остальных. Если ситуация после обращения в управляющую компанию не изменилась, тогда следует обращаться в инспекцию госжилнадзора или в прокуратуру. Сергей Коленик, Степаник Красов, Новости Верхней Каме. От облика города зависит многое. Людям важно жить в комфортной и радующей глаз среде. Последние годы благоустройству территории Пермского края уделяют особое внимание. Как преображаются соседние города, расскажут наши пермские коллеги из телекомпании «Ветта». Городской парк, или как называют его местные, школьный, у жителей Краснокамска пользуется популярностью всегда. Сейчас народу в парке стало еще больше. И все потому, что в этом году пространство преобразилось. Установили лавочки, провели освещение, сделали удобные пешеходные дорожки и современные спортивные зоны. И не только. Я очень рада, что восстановили скульптуру «Мать и дитя», которая была всегда украшением этого парка. Заасфальтировали дорожки. Вкладываются средства в благоустройство, в комфортную среду. Что город на наших глазах все-таки приобретает вот какой-то такой приятный и по-настоящему комфортный вид. Также в этом году в Краснокамске появился сквер молодоженов. Новые комфортные места отдыха в 2021 появились и в других муниципалитетах. В Ачоре благоустроили городскую набережную. В Верещагино оборудовали городской парк культуры и отдыха. В Соликамске закончились работы по благоустройству набережной реки Усолки в рамках проекта «Соленая верста». Все работы были проведены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Итоги работ этого года обсудили в рамках заседания краевого правительства. Как отметил губернатор Прикамья, основное внимание необходимо делать на качестве работ подрядчика. Сейчас мы выверяем вместе с муниципалитетами. В прошлом году мы такое решение приняли, в этом году реализуем, чтобы мы согласовывали дизайн проекта, чтобы мы четко отслеживали, чтобы работа была в рамках дизайн проекта. Если есть недочеты в работе, то, конечно, гарантийные обязательства должны быть включены, и все гарантийные обязательства должны быть обеспечены. В следующем году в рамках нацпроекта в регионе планируется отремонтировать еще порядка 213 объектов. Участие в отборе принимали и сами жители. Пермики голосовали за общественные пространства, которые мы будем выполнять в 2022 году. Был очень живой интерес, всего было заявлено муниципалитетами 38 объектов, и по всем объектам жители активно голосовали. Победителями народного голосования стали 15 общественных пространств из 12 муниципальных образований. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». С каждым днем снега в городе становится все больше, а столбики термометров опускаются все ниже. Чувствовать себя тепло и комфортно даже в самые сильные морозы поможет распродажа финской одежды и белорусской обуви. Сейчас самое время обновить гардероб на качественные финские пуховики и дубленки, тем более с огромной скидкой в 50 и 70%. Многие из них выдерживают температурный режим до минус 45 градусов. На белорусской распродаже также можно отыскать и удобную пару обуви. Все изделия из натуральной кожи рассчитаны на широкие стопы, для которых трудно подобрать пару. Ортопедические стельки и колодки в этой фабричной обуви оптимально распределяют нагрузку тела на поверхность стоп. Ходьба и бег будут в удовольствие. Распродажа финской одежды и белорусской обуви гостит в Березниках до конца этой недели. Поэтому успевайте. Выставка расположилась в гостинице Березники. Что изучают на лекциях будущие медики и какое историческое событие в Березниках произошло в честь Дня полиции? Об этом и не только вы узнаете из второго блока выпуска. Оставайтесь с нами. 89 лет назад в ноябре открыло свои двери медицинское училище. В 1932 году это была самая простая фельдшерско-акушерская школа. Сейчас же заведение стало одним из немногих профильных учреждений при Камье. Сегодня на парах у будущих медиков побывала Екатерина Зибзеева. Начнем с изменения термогии. Ох и нелегкое это сестринское дело. Найти каждому пациенту свой индивидуальный подход очень непросто. Пока студенты-медики успешно тренируются проводить осмотр на своих одногруппниках. Но уже совсем скоро ребята окажутся на передовой. В наших городских больницах и поликлиниках в стационаре мечтала трудиться еще со школьной Камьи и студентка четвертого курса Динара Сирозеева. Из родственников никого нету, кто работает в больнице. Я первая, наверное, кто из семьи пошла в такую среду. Не знаю, просто была мечта. И вот когда я приезжала в этот колледж, всегда видела, что вот я хочу там учиться с восьмого класса. Вот не знаю почему. Просто вот тянула меня туда. Мне очень нравится. Я ни разу не пожалела. Динара проходила практику в детской поликлинике и в трампункте. Именно там она прочувствовала на себе всю важность работы медика. Там можно получить более большой опыт. Например, у меня был пример, когда мужчину привезли с открытой раной циркуляркой. Он порезал себе руку. Я помогала обрабатывать рану. Врач наложил швы. После чего мы перевязали рану. Сейчас в медицинском колледже обучается 499 студентов по четырем специальностям. Сестринское, акушерское и лечебное дело, а также лабораторная диагностика. Теоретическое обучение, конечно же, перемежается у нас с практическим обучением. Практическое обучение, доклиническая практика проходит в лабораториях колледжа. А производственная практика в учреждениях здравоохранения, с которыми у нас договоры социального партнерства. Ну и, собственно говоря, для этих учреждений мы кадры и куем. Практически 70% студентов сразу после учебы отправляются работать в больницу. Остальные получают высшее образование. В следующем году у колледжа большая дата. Как и нашему городу, учреждению исполняется 90 лет. Екатерина Зебзеева, Сергей Антонович. Новости Верхнекамья. Каждый медик знает, залог хорошего самочувствия – это здоровое питание. Кстати, к нам в город едет проверенный поставщик дальневосточных деликатесов – рыбак Камчатки. Рыбак Камчатки – это свежие морские деликатесы, которые привезли к нам с побережья Тихого океана. На прилавках с понедельника будут красоваться балыки горячего и холодного копчения. К слову, поставщик готовит их непосредственно перед приездом, поэтому за качеством можно не переживать. Такой рыбки вы нигде не найдете. Традиционно это балыки, нерки, кижуча, паутуса, чавычи, белорыбецы и другие виды камчатской продукции. Также рыбак Камчатки приготовил для покупателей богатый ассортимент свежемороженной продукции. Вся рыба упакована в вакуум, без льда и снега, а значит содержит максимальное количество витаминов и минералов. Проверенный поставщик приезжает к нам в город 15 ноября. ДК имени Ленина. Сегодня по всей стране отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Историю этого праздника можно отсчитывать с 1917 года. Именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, было подписано постановление о создании рабочей милиции. Более полутысячи полицейских несут свою службу в Березняках. Так повелось, что личный состав МВД встречает профессиональный праздник на посту, охраняя наши с вами будни. Сегодня по всей стране проходят торжественные и памятные мероприятия. Чествуют отличившихся сотрудников, поздравляют ветеранов и чтят память погибших при исполнении служебного долга. На сегодня в задачи полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны органов внутренних дел, поздравляю вас с профессиональным праздником, днем сотрудника органов внутренних дел. Мы с вами выполняем одну из важных задач по обеспечению спокойствия и уверенности граждан в завтрашнем дне. Хочу поблагодарить вас за добросовестный и самоотверженный труд и пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, выдержки, профессиональных успехов и достижения поставленных целей. В честь Дня полиции сегодня в Березняках открылся музей МВД, а в здании ГАИ новое помещение, куда переедут кинологи, патрульно-постовая служба и другие хранители правопорядка. Подробнее о торжественном событии Сергей Каленник. Обстановка советских времен. Полвека назад сотрудник тогда еще милиции сидел за этим рабочим местом и нес службу. Как в присяге. Стоял на страже законности и порядка. Шло время, и на смену вот такого многоканального телефона пришел пейджер. Мобильность выросла в разы. Пейджер, не все, может быть, знают о нем, но при помощи этого пейджера мы в свое время вылавливали очень хорошо наркоманов. У нас был доступ к информации к этим пейджерам. Мы в режиме онлайн смотрели, кто кому, где, значит, завивают стрелки. Ну, наркоторговцы, потребители выезжали и успешно их ловили. Анатолий Белкин сегодня председатель Березняковского совета ветеранов МВД. На службу в милицию пришел в 1980 году. Анатолий Викторович прекрасно помнит, как эксперты использовали фотоаппараты смена «Зенит» и какую форму раньше носили. Серая была, улыбается подполковник Белкин. Кстати, он тоже внес свой вклад в развитие музея. Помогал и ветеран Иван Петровский, а также Екатерина Найденова, сотрудник городского музея, член общественного совета при полиции. Свою лепту внес и Андрей Силаев, депутат законодательного собрания Пермского края и директор по безопасности Уралкалия. Кстати, музей Березняковского отдела МВД был создан в том числе при финансовой поддержке Уралкалия. Пространство музея разделено на две части. Одна серая, с камерой и колючей проволокой. Другая светлая, с экспонатами. Такое воплощение заставляет задуматься, на какой путь встанешь ты. Ты можешь оказаться как на темной стороне, так и на светлой. Вообще, на самом деле, цель больше профориентационная, наверное, у него. То есть ведь очень много сейчас в наше время вот этих мифов о том, что это непрестижно. А ведь на самом деле чего происходит? Это от незнания. И здесь, как раз в этом пространстве, молодому поколению будут рассказывать о том, какая история у полиции. Кстати, все экспонаты, которые находятся здесь, принесли сотрудники и ветераны МВД. Если и у вас есть вещи с историей, их с радостью примут. Андрей Силаев вручил старинные документы из настоящих уголовных дел и справки из суда. Этот музей будет работать ежедневно. Заявки на посещение будут приниматься в отделе. Я бы сказал, это событие знаменательное. 90 лет от делу. И вот первый раз мы открываем здесь при отделе музей. Музей, как я уже сказал, целевая аудитория музея – это все-таки молодежь, подрастающее поколение. Где-то с ними проводить, в том числе, и воспитательную работу. Где-то для молодых сотрудников, которые приходят к нам сюда, возможно, в такой торжественной обстановке и принимать присягу. На этом приятные моменты для полиции не закончились. Хранители правопорядка отправились в здание госавтоинспекции, где открыли новые кабинеты. Второй этаж простаивал 12 лет. На фото видно, какая разруха здесь царила. Но при финансовой поддержке Уралкалия сделали хороший ремонт. Олег Мизин, главный полицейский города, провел экскурсию. Буквально до конца месяца разместятся подразделения ГАИ, ГИБДД, конвойная служба, патрульно-постовая служба, отдел уголовного розыска разместятся. Также здесь будут базироваться и кинологи. Осталось завести и собрать новую мебель. Переехать сотрудники должны уже в начале декабря. Андрей Силаев отметил, что Уралкалий следит не только за безопасностью на предприятии. В Березняках живут наши родственники, друзья, близкие. И охрана правопорядка – это общее дело. Поэтому и создаются комфортные условия для работы. Ребята будут находиться в комфортных условиях. А значит, работать будет им чуточку хотя бы, но полегче. Все равно, потому что, ну, когда сидишь в разрухе, у тебя там все, и потолок капает и так далее. Это очень плохо. И, конечно же, пользуясь случаем, раз уж сейчас мне предоставили условие, я хотел бы всех, всех, всех сотрудников полиции поздравить с профессиональным праздником, пожелать удачи, благосостояния, благополучия, ну и успехов в вашем нелегком труде. А присоединяются к поздравлениям Сергей Коленик, Степан Екрасов, Новости Верхниками. Делайте новости вместе с нами. Снимайте городские происшествия, проблемные ситуации или интересные события. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхниками». Мы ждем ваших сообщений в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или на почту tnt.news.sobacomayo.ru Автор лучшего ролика недели получит подарок-сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Елена Колесникова. Всего вам доброго и будьте здоровы! Внимание! Открыт новый салон двери-окна «Кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки» с 15 по 21 ноября в ДК имени Ленина. Вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится! 11 ноября на территории Верхниками синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Вторая половина дня обещает быть снежной. В Александровске и Кизеле минус 7 градусов, в Соликамске минус 5 градусов. В Березняках в четверг температура воздуха ночью до минус 12 градусов. В дневные часы минус 4 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 5 метров в секунду. 11 ноября солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Компания «Кудесник» представляет. Стальные двери от лучших российских производителей, популярные модели в наличии. Кудесник заявляет, если найдете в Березняках дешевле, снизим цену. И двери, которых нет у других, найдете в Кудесник. Дальневосточные морепродукты. Чивыча, Кижуч, Красная и Крат. От компании «Рыбак Камчатки». С 15 по 21 ноября. ДК Ленина. Улица Ленина, 50.